Россия не раз показывала другим странам, как жить нельзя. И сегодня наш опыт переживания и попыток изживания большевизма может помочь другим странам, прежде всего странам, относящимся к европейскому человечеству. Как и столетия назад, сегодняшнее закулисное меньшинство, сплоченное в мировую олигархию, ставшую особым малым народом, провоцирует восстание разнообразных меньшинств. В революции в России 1917 года, которую ошибочно называют русской, присутствовал тот же расовый компонент – ненависть к человеческому типу, который сформировал государство и привел его к выдающимся историческим результатам, достатку и достоинству граждан. Сегодня в США черный расизм идет рука об руку с половыми извращенцами и левыми психопатами, которые заявили не о каких-либо своих правах, а о стремлении уничтожить человеческий тип, на котором держалась и все еще держится мощь государства и правовая система. По опыту России мы хорошо знаем, что унижение исторического типа личности влечет за собой его уничтожение. И в США происходит то же самое. Сегодня американцы ВАСП, белые англосаксы-протестанты, хотят унизить, завтра его будут уничтожать. Всему этому служит целая индустрия пропаганды, которая привела к прямой расовой агрессии против американцев. У американцев не должно быть никакого чувства вины по отношению к черным или половым извращенцам. Черное рабство исходит не от европейцев, а от африканцев. Половые извращенцы отчаянно ненавидят нормальных людей. Левые психопаты ненавидят порядок жизни, который окружает их. Все, что в этом порядке, обеспечивает жизнь и права человека. Все они не имеют никакого образа будущего и являются инструментом в руках закулисного меньшинства, которое во всех уголках мира решило уничтожить социальное государство и учредить электронный концлагерь. Тотальный контроль за всем, в чем человек европейской цивилизации привык считать себя свободным. Это режим геноцида, который установлен в России в 1917 году. А сегодня он перешел к следующей стадии порабощения. Систематическому истреблению всех следов русского прошлого нашей страны. В умах и душах наших людей. В Российской Федерации социальные системы уничтожены. А слежка за всеми, кто выражает национальные интересы и является носителем русских смыслов, стала повсеместной. Все это ждет и США, если черные расисты, извращенцы и психопаты не будут загнаны в свои социальные ниши. Это невозможно сделать иначе, чем применением легитимного насилия, которое является неотъемлемой чертой государства и обязанностью государственного аппарата, который должен бороться с преступностью, а в данном случае с попыткой государственного переворота. При этом должен быть нанесен удар по центру, координирующему этот переворот, и по следующую организацию геноцида, к которому закулисная олигархия планирует перейти во всем мире, по образцу, отработанному в Российской Федерации. В США очевидным организатором беспорядков является Демократическая партия и уже сложившаяся корпорация Fake News. Если этот центр будет продолжать действовать, то неизбежна фальсификация голосования на ближайших выборах. Точно такая же, какая произошла только что в Российской Федерации при утверждении нового текста Конституции. Неважно, как голосовали, важно, какие объявили результаты. Результатом будет объявлено торжество демократии, а реальным результатом будет геноцид под руководством демократов. Мы, русские националисты, традиционалисты, консерваторы, не считаем государство США дружественным России, поскольку американская демократия враждебна нам. Но мы полагаем, что крах США, подготовленный теми же демократами, будет лишь способствовать геноциду русского народа. Поэтому мы сочувствуем силам, которые противостоят порабощению человека европейского типа и геноциду, к которому приступил интернационал мировой олигархии. И если в США она будет побеждена гражданами, то есть шанс, что и в России мы сможем свернуть голову оккупационному режиму, истязающему страну. Мы предлагаем американцам взять на вооружение наш лозунг «Воля нации – смерть олигархии». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова